Дорогу к своим объектам Челны Бройлер уже начал строить. По словам жителя села Наиля Абдулина, компания выкупила участок земли под 48 птичников еще в 2013 году. Проект стоимостью более 6 миллиардов рассчитан на производство 100 тысяч тонн курятины в год. Неоднократно нам уже заявляли, что у них никаких разрешений на строительство нет. Они, тем не менее, сами видите, уже дорогу проложили, скажем так. Чуть дальше там находится электролинию тоже провели. Я, конечно, не знаю, как там будет с газификацией, но, тем не менее, работы уже ведутся полностью. В свою очередь, мы писали в Министерство Роспотребнадзор, в Министерство. Нам пришел ответ. Там нам сказали, что пока на экологические экспертизы никаких документов не подавались, проект только на стадии разработки. В санитарной зоне окажутся и лес, и пруд Каук. Единственно доступное население в этой части Тукаевского района. Остальные в частных руках. Жители деревни активно отдыхали на его берегу и зарыбляли за свои средства. Людей беспокоит судьба водоема и в целом экологическая ситуация. Активистам удалось организовать сход граждан только с пятой попытки. Последним условием было, чтобы народные депутаты дали свое согласие. Сначала разрешили только на улице, но в последний момент сход все же было решено проводить в клубе. К 7 часам вечера стали подтягиваться люди. Среди них были не только жители села Мусавайзавод, но и соседи. Хотя в голосовании могли участвовать только зарегистрированные в населенном пункте. Несмотря на то, что говорят, что будут рабочие места, потом запаха никакого не будет, население в это не верит. Мы предлагаем, если хотят доказать нам, пусть руководители челнебролера построят для своих детей дома, дачи, и они реально там будут жить, тогда народ поверит. Дует воздух из конца мола, кама бекона, нам достаточно этого. До последнего оставалась интрига, сколько человек придет на сход. Чтобы решение было легитимным, необходимо было присутствие одной трети жителей села. На сегодняшний день там прописано 740 человек. На сход пришли 250. И этого было достаточно. Усчитывали только они одно. Минимализация своих затрат для строительства и минимальные транспортные расходы в дальнейшем для кормления и избыта своей продукции. Жители аплодисментами поддержали всех выступающих и выразили свой протест. Представителей челнебролера на сходе не было. После того, как проект полностью доработают, предстоят публичное слушание. Строительство запланировано на второй квартал 2018 года. Лилия Денисова, Алексей Шатунов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте. Мобильный репортер 24.